Девушки отдыхают 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 И начнем! Ребята пытались создать Шутер Но в магическом сеттинге И вот мне порекомендовали Поиграть в Зикурат Я попробовал и офигел Просто-напросто офигел Так, миньоны Ох ты ж, уже прыгают И сразу фиолетовый Так А нет, нет Ох ты ж, со спины Угу, понятно Все с вами понятно Так, пошли, слизь Слизь, пошла, пошла Опа Нужно собирать Вот эти вот светящиеся шарики Потому что это опыт А предметы здесь имеют свойство Исчезать Поэтому я всегда считаю Что нужно хорошо прокачаться Так, и что, последний у нас остался? Вот ты где, да? Все, и вот Вот так уже половину уровня подняли И тут я еще с вами Заметил секретик Так, секретик у нас здесь Вот он На каждом этаже Есть один секрет И значится нам уже Одной головной проблемой меньше Так Вот карта Наши все способности Все наши скиллы И все, все, все Это Которые мы получаем И каждый раз это может быть Все по-разному И вот я в итоге получаю Собиратель Повышает количество Выпадающих Из врагов предметов И у меня Собиратель Первого уровня Появился И значит я уже Немножечко улучшил Своего персонажа То есть Взял я вот эту карту И мне засчитали ее И теперь я Получаю ее бонус А также во время прокачки Когда мы берем с вами Да, и получаем уровень Мне дают выбрать Мне дают выбрать Из двух карт Так Что это тут У нас такое Это у нас Ловушки Да Это комната Ловушек Какая Омерзительная Комната Кстати От рогалика Они здесь Полу Эта игра Получила Полный Полную генерацию Подземелий Ох ты ж Божечки 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 Ау 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 Ребят Походу я сейчас Скончаюсь Такую Омерзительную Комнату Я вижу В первый раз Такую омерзительную комнату я вижу первый раз Давай на стол Да господи, какой же ты ущербный Так Поудобнее мышку, поехали Оп Знаете что, ау, знаете что самое обидное До этого я уже несколько раз играл Даже доходил до пятого этажа и финального босса Но Но Так, а мы перепрыгнуть туда не сможем, да, с этой платформы Конечно же сейчас мы спринт зажмем, попробуем, но я не думаю Допрыгнули, допрыгнули, ура Спасибо спринту Так Мы с вами здесь уже получаем второе оружие Посох Скоробея Отлично просто Еще одну карту Коллекционер заклинаний увеличивает запас манны заклинаний Ну окей, хотя я ими обычно редко пользуюсь Опа Мы здесь с вами бегать и летать будем просто как черти на самом деле Здесь есть такой еще дебаф Можно уменьшать скорость передвижения В некоторых ситуациях дают И картина в том, что я иногда даже рад этому, потому что для меня персонаж слишком быстрый Так, ладно, давайте Ах, у тебя с другой стороны А что, у нас больше другого оружия нету Так Комната со сражением Так, пошли, пошлите, пошлите Так Шарик взяли Опа Ну-ка Вот еще Вот эти кубки Это очки Вот Для чего нужны очки О, морковка После прохождения всего игры Все игры Или, например, если у тебя смерть приключилась Тебе подсчитывают все очки, которые ты получил во время игры И открывает для тебя новые объекты И все-все-всю информацию Поэтому очки здесь собирать и смысл есть Так, у нас выбираем мудро Камни знаний дают вам больше опыта Или повышают количество выпад... Ну, я за собирательство Это очень полезная вещь Потому что из врагов также выпадают и пузырьки здоровья Если у тебя хорошо прокачанный собиратель То ты проблем не имеешь Так, это у нас библиотека И знаете что? Давайте я не буду Читать вот это все Потому что я уже 4 свитка собрал И если вам интересно Я возьму и в каком-нибудь из выпусков Зачитаю все, что пооткрывал Если вам интересно узнать историю этого мира То, что у меня там уже, да, получается 4 свитка О, большие залы предвещают Большие проблемы Так Ладно, давайте возьмем другое оружие Так Где-то еще один Вон, вижу Ну, кстати, кстати Да, как вариант Они-то огненные Я еще не совсем полностью изучил Всю эту механику Но, насколько я понимаю Здесь вот у нас есть Стихийное Заклинание То есть Разные виды оружия Разные виды заклинаний По-разному влияют То есть Вот Я могу иметь Огненный Такой вот Типа дробовик Давайте называть его Если это По оценкам шутера То это у меня дробовик Господи Блин Нам главное сейчас пережить Первый уровень Первый этаж Дальше все легче пойдет Немножечко Вплоть до Так мы его заморозили Да дайте мне Пожалуйста Пузырек здоровья Последний Нет Не последний Но Вот этот Джезл Скоробей Он очень сильный Он Чертовски сильный Да Не бегает меня Так Мы Этаж Пронесли Это Наверное Хорошо С другой стороны Мы уже практически Мертвы И это плохо Это Чертовски Плохо Так Ну ладно Идем В дверь Так он еще И от Ой Какая прелесть Какая прелесть Нет Нет Это вот Комната С боссом Уже Но У нас Ничего нет У нас нету Ключа Призывающего Босса Вообще Почему то У меня уже Собиратель Второй Вкачен Но Предметов Нам Практически Не дают Так Зелень Давай Быстрей Прогорай Мне Нужны Боеприпасы Вот такие Вот Кристаллы Это Патрончики Вообще Как-то Жалко Нам На Предметы Так Ну Сюда Ити Ладно Хоть Нам Уже Дали Второе Оружие А так Мы Его Открыли На Втором Этаже И Уже Две Карты Мы Получили С вами Но Все Равно Как-то Все Это Печально Так А Вот Комната С Ключом Да Это Комната С Ключом Взяли Ключ И Еще Можем Пойти Сюда И Вероятнее Все Это Будет Уже Конец Летит Сволочь Бегут Сволочи Коболь Ты Вся Коболь Коболь Вся Коболь Вся Коболь У нас Третий Уровень Бдительный Восстанавливает Небольшое Количество Маны Вначале Каждого Боя Камни Что За Дерьмо Вы Мне Подсовываете Ну Давайте Возьмем Это Все Так Думаю Болезней Будет Так Ну Комната Простая На самом Деле Враги Здесь Легкие А Где ты Летающая Голова Вижу Тебя Вижу А у нас Коробей Закончился Какая Он еще исчезает? Что в итоге? У нас есть еще одна комната У нас 40 здоровья Это получше, чем то, когда мы сюда пришли Видно, я все-таки пузыречек взял какой-то Но у нас абсолютно нет боеприпасов Достреляй ты О, о, о Еще одна, еще одна Еще один пузыречек, все отлично Все просто замечательно И вон сейчас делаем рывочек Рывочек Почему мы так медленны? Почему все так неправильно как-то работает? Когда я играл, все было хорошо Нет, как ни странно Эта комната нам помогла Все, у нас здоровья много У нас скоробей полностью заполнен Вот теперь точно полностью заполнен Здоровьишко тоже пополнено Ну и ладно Ну что, идем к боссу Идемте к боссу Так Так Сюда Точно все мы Да, мы все исследовали Так что можем С вами Продолжить Так Сюда Сюда Ну первый босс Знаете, когда у вас полное здоровье В принципе первого босса можно Забить даже вот этой нашей ковырялкой Первой Которая бесконечная При должном умении Которого у меня, наверное, нету Ну ладно, давайте увидим первого босса этажа Король Блоб Ну Он простецкий По факту он простецкий И вот просто продолжаешь стрелять И даже не обращаешь внимания на то, что он там призвал Своих Братюнь маленьких Подданных как таковых Ну видите, мы его уже слили Все Так, у нас новый уровень Восстанавливает немного здоровья В начале каждого боя Ну конечно же, потому что это переключает ваши запасы маны Случайным образом И увеличивает их размер Нет, боевые кличи Я включаю Внизу я ни разу себе не брал Ну потому что это идиотизм Так На рандом Мне надеяться абсолютно не хочется Ладно, отправляемся на второй этаж В этой серии мы еще И вот нам подсчитывают очки первого этажа И мы собрали 113 тысяч Неплохо Неплохо Чтобы я читал вам Карьер горячего камня Этаж второй Ну и Что? То есть вы мне предлагаете заменить Скоробея на это? А что это делает? А это скорострельная штука И знаете, в принципе Давайте мы попробуем с ней походить Этот этаж И если Скоробей лучше и мощнее То мы вернемся и заберем Скоробея К сожалению Два одинаковых вида оружия Иметь нельзя Давай открывайся Просто по факту Скорострельность этой штуки Очень классно помогала мне Первый раз мне выпала именно она И вот я сейчас Сейчас у каждого оружия есть Два режима стрельбы То есть вот, да Моя обычная палочка Вот так вот стреляет Вот я зажал кнопку левую А вот так она стреляет правая Второе оружие На самом деле, видите, это Всегда книги заклинаний И вот это у меня Книга заклинаний ледяная Вот так вот стреляет А мощная В принципе то же самое Только чуть-чуть помощнее И есть еще огненный Такая книга Третий жезл Их вот я чаще всего Больше встречал Уже три вида Это получается Вот этот вот Скорострельная штука Потом Скоробей Который тоже в принципе Знаете Скорострельный Весьма неплохо стреляющий И третья штука была Которая стреляла В ряд То есть Вот так вот Четвертое оружие Видел всего лишь два вида Это Пистолет магмы И граната магматическая Но что-то граната Мне как-то абсолютно не зашла Хотя она и очень мощная И поэтому я обычно бегаю С пистолетом Ничего Сейчас собирателя На третий Уровень Ну видите Уже Нам в принципе Все отлично Падает Так ты Да Уже нам зелюшки дают Нормально Так В принципе Первых два этажа Можно проходить И Без оружия Просто Он того парня Которого я вам показывал Персонажа Которого открыл Нужно было открыть Убив 200 врагов Вот с этого оружия И я этим занимался И скажем так В принципе В принципе Вот банши Хорошо С этого оружия Валятся На самом деле Но видите Я уже становлюсь Достаточно Наглым магом И уже сам Лезу На противников Уже сам Лезу На противников Так Главное Собирать Опыт И всякие Вкусняхи Опыт Это очень Важно Ну и конечно же Ты на огненную Штуку Да Выпал Так У нас уже Пятый уровень Пятый уровень Ну давайте Так Боевой клич Или бдительный Ну конечно же Боевой клич Знаете Что самое Забавное Мне кажется Игрушка Еврейская В плане Чего Когда я ее Первый раз Начал играть И первая Моя ходка Она была Такая Успешная Мне такие Классные Карты Выпадали Мне такие Классные Вещи Выпадали Еще Библиотека Обычно Всегда Одна Библиотека Вообще За Все Пять Этажей Тут уже Сразу Две Нам Выпало Ну давайте Пишите Под этой Серией Хотите Ли Вы Чтобы я Взял И Прочитал Вам Лор Хотя С другой Стороны Сейчас Какой-нибудь Этаж Вероятнее всего Третий Получится Коротким И я возьму И займусь Тем Что Почитаю Вам Лор Опять Банша Вот Вот эти Вот Василиски А это Именно Василиски Я уже Открыл Их В бестиарии Они Настолько Сука Мерзкие Вот эти Своей Кислотой Вот этой Вот Всем 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 О Так Здоровенная Штуковина Электрическая Кстати Да Мне вот Интересно А где Мое Электричество Потому Что Огонь И Все Остальное Мы с вами Виде Ну Я видел А вот Электричество Я не управлял Ни разу Так Я видел Опыт Нет Это Это Был Не опыт Это Были Патроны О Орки Поперли Ну и Где ты Голова Фонарь Ну как Я уже Говорил Первый Этаж Обычно Самый Сложный Кстати Да Нужно Смотреть Секреты Будем С вами Еще Искать Точнее Секрет На каждом Этаже Один Секрет И Этажи Становится Все Больше Больше И Больше И Поэтому Это Все Сложнее Так Что Я Зря Сюда Бежал Хотите Мне Сказать Здесь Тупик Ой Спасибо Как Я рад Этому Все Все Так Поджег Себе Задницу Блин Блин Плевать Так Добежали Что Что Мне Тут Дадите О Новое Оружие Отлично Еще Заряженный Амулет Восстанавливает Часть Запасов Маны При Использовании Ну В принципе Знаете Пойдет 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 На Безрыбье Как говорится И Рак Рыба Ладно И Наконец-то Появилось Мое Самое Часто Используемое Оружие Ружье Магмы Я его Назвал Пистолетом Магмы Но это Все-таки Ружье Магмы И И Сейчас Вы Увидите Насколько Это Хорошая Штука Так Это У нас Ключ Ну Давайте Возьмем Ключик Ну Опять Летающие Головы А А вот Сейчас Против Вот Этих Вот Ребят Я Вам Своё Любимое Ружье И Покажу Вот Он Считайте Если бы По аналогам Шутеров Это Делать Это Ракетница Гранатомет Как Хотите Вот Какая Прелесть Где Ещё Давай Есть Сейчас Вероятнее Всё Уровень Возьмём Хватит Мне В спину Стрелять Нет Уровень Мы С вами Не Взяли А вот Сейчас Возьмём Големы Блин Ладно Ладно Мы Взяли Уровень Так Проклятие Зелье Здоровье Дают Вам Больше Здоровья Но Максимум Здоровья Уменьшается Называться Или Собиратель Повышает Количество Выпадаемых Предметов Знаете Я Выберу Наверное Собирателя Лучше Мне Пускай Чаще Выпадают Баночки Чем Я Буду С меньшим Количеством Здоровья Бегать Нам То есть Это Комната Комната Хранения Ключа И То есть Секрет Здесь Вероятно Все Искать Не Надо Так Да ладно Банше И Растения Будем Вас Убивать Электричеством Меня Бесит Что Нету Моего Любимого Разрушителя То есть Есть Такая Карта Разрушитель И Оно Восстанавливает Здоровье Когда Ты Разрушаешь Всякие Объекты И То есть Вот Видите Сейчас Могилки Или Бочки Например И Если Ты Их Берешь И Разбиваешь Тебе Там Восстанавливают Пару Капель Здоровья И Это Очень Сильно Помогает Иногда Ну Ладно С другой Стороны У нас Собиратель Хорошо Прокаченный Так Секреты Да Ладно Здесь Не будет По-любому Так А куда Нам Блин А идти Нам Реально Что Это Весь Итаж Что Ну Ну Тогда Наверное Секрет У нас Будет В том Большом Зале В дальнем Потому Что Давайте Конечно Я Вот Здесь Проверю Так А зачем Мне Сюда Ну Ладно Давайте Проверю Стенки Стенки Хотя Навряд Ли Здесь Такой Много Уровневый Нет Нет Это Архитектурные Нет Здесь Не будет Ладно Валим Отсюда Вот Обычно Я всегда Так Делаю Я открываю Весь Этаж И только Потом Начинаю Искать Секреты Скажите Зачем Типа Лишняя Беготня Но зато Я знаю Точно Вот Есть Границы И У этих Границ Стоит Искать А То ты Начинаешь Облазить Целую Комнату Вот По кругу Я Изначально Так Делал Типа Зашел В комнату Поубивал Врагов Облез Каждую Стену Так Сюда Есть ли Смысл Нет Сюда Я думаю Нету Смысла Идти Опять Жопу Себя Поджигать Так А вот Здесь Вот Нужно Сейчас Взять И облезь Стеночки Ну Поехали Ой где мой секрет где он еще может быть в принципе да нужно вот эту комнату еще облесть и вот эти вот ладно пошлите так тут со стенками все достаточно печально так что точно нет но окей когда остается надежда на тем маленькие комнатки реально нигде что-то я не вижу секрета ладно ребят сейчас я отключусь и пока найду секрет отдохните все-таки я верно угадал здесь был этот секрет просто чё-то текстурки какие-то были не совсем такие не совсем похоже на секрет но да вот эта текстурка была зелья здоровья ну ладно за халяву почему нет пускай хотя зелья здоровья нам и так дают предостаточно здоровья как по мне так ну что все мы закончили я уже боялся что секрет будет вот здесь это же единственное место которое мы с не исследовали ладно идем ко второму боссу идем ко второму боссу но теперь там уж точно его замочим у нас боеприпасов полно оружие у нас все есть давайте я все-таки жезл скоробей возьму как-то он мне больше нравится поэффективней будет немножечко чем это оружие хоть и скорострельность вроде как у того посоха сильнее так ну что второй босс и чё-то у меня есть подозрение что я знаю что за босс сейчас будет нет это оказалось королева аманда она на призывает одинаковых призраков и потом разбирайся кто из них кто ладно вот мы знаем что вот это королева аманда и ее нужно бить давай 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 не нравится мне это заклинание ну и все вот и все что опыта мне не дадут что ли хотите сказать нет дали мне опыта ну вот так вот ребята давайте соберем все патрончики вот такая вот игрушка зигура тут такие вот было два этажа давайте мы с вами что-то еще взял ну ладно прыгнем в портал там следующей серии до в следующей серии мы с вами продолжим спасибо большое что посмотрели эту серию если она вам понравилась то можете поставить лайк и написать какой нибудь комментарий и конечно же не забываем о том что нужно подписываться на taurus gaming revival ну а также еще у меня есть мой канал гремлина сержа на который вы также можете подписаться до свидания здравствуйте уважаемые зрители канала таурус гейминг ревайвал с вами гремлин серж и мы продолжаем штурмовать и зигку рад мы с вами в прошлой серии прошли первых два этажа и думаю теперь самое время отправиться в третий точность 200 впоследствии все остальные этажи проклятый собор этаж 3 опять а вот и еще одно оружие нам дает скипетр нежити и вот как он стреляет с одной стороны весьма иногда полезный но ну ладно давайте с ним опять походим и если что вернемся заберем наш посох скрабея так чем он хорош так это вот то что он сразу же на объем стреляет то есть вот я сразу же двух могу убивать так опыт 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 ну полезная полезная штука отрицать это бессмысленно хватит мне тут газы пускать все насобирали ну окей продолжаем наше путешествие ну опять комната ловушек слишком много ловушек ау ступенек нету ох почему все такое не похоже все те разы которые я пытался запускать пускать они были все достаточно одинаковые так но что самое обидное это обычная комната сокровищ ну ну и комната опасностей когда она красненькая там лежит какой нибудь сундучок а это просто такая обычная комната ой какая плохая планировка какая ужасная планировка а еще и фпс тут мне берет устраивает ахтунг седьмой уровень седьмой уровень что ты мне дашь опять ау разрушитель отлично текстуры текстуры опы 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 давай ладно прошлый раз у меня в этой планировке комнаты были големы и летающие электрические штуки всякие и это было очень мерзко поверьте мне так в итоге что ну пошлите сюда мне не принципиально икона задержи дыхание ты о чем вы о чем вообще я Морковка бежит Маленькие желтые Сволочи Странный челлендж был Иногда, да, попадаются такие вот комнаты Которые типа с разными челленджами Но что этот челлендж значил Я так и не понял Никаких изменений не было Ничего не было Ладно, продолжаем И идем в следующую Вот, сейчас я вам покажу Как работает разрушитель Но сейчас он у нас На маленьком уровне Но механику Вы понимаете, что теперь От разрушения всяких объектов Мы получаем с вами здоровье Вот это вот тоже Но я обычно такие комнаты Переходы, точнее, пытаюсь оставлять Для того, чтобы А вот, видите, вот здесь будут сокровища Опа 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 Куча опыта нам дали Это хорошо И карта Сборщик посохов Увеличивает запас Манны Но это неплохо 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 Так, ну что Отправляемся дальше Нет Тун-тун-тун-тун-тун Так, 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 так Ну ладно Пополнили себе здоровье Хоть немного Что, куда дальше нам идти Блин, как всегда Вот эта комната с ловушкой С ловушками Является главной развилкой И от нее идет Аж сразу три комнаты И это очень плохо Так, наконец-то Здесь мы так Резерв манны увеличен Это типа, знаете Рандомные Лутбоксы Наверное Как это назвать правильно Мы просто подходим И нам выпадает Что-то рандомное Открыта карта Этого этажа Ну хорошо Спасибо Но иногда Вот нужно пожертвовать То есть вот здесь Я вот пожертвовал Всю синюю манну А здесь мы пожертвуем 32 здоровья Пожалею об этом Меньший расход Манны посоха Ладно Это тоже хорошо Это все хорошо Это все хорошо Так, что тут у нас с картой Здесь вот Две комнаты В которых А, нет Вот видите Вот здесь Вот секретик Вероятнее всего Потому что видите От него Туннели не идут Так что сюда Ну я хочу туда Я хочу туда Ну ладно Давайте пойдем туда Уже под конец Когда у нас будет Полно здоровья Потому что пока что Суваться туда Точно я не хочу Так Ху-ху-ху Големы И главный минус игры Который меня очень сильно бесит Ну давайте я сейчас закончу сражение И расскажу вам о нем Потому что это очень сильно мешает Чертовски сильно мешает Так, ну ладно Орки не страшны Орки не страшны Так, ладно Пузырек здоровья Мы получили И теперь можно Хоть немножечко Подышать себе Спокойно Ну кстати В битве с финаль... В битве с финальным боссом Вот этот джезл нечисти Весьма может помочь Так, давайте Вкачаемся Так, проклятие Или камни знаний Дают вам больше здоровья Ну конечно же Ученого Так, я думаю Самое время Использовать наш амулет А то мы его что-то Таскаем Таскаем От толку Что-то никакого Самая главная Проблема игры Которая меня Очень сильно бесит Вот это вот Наша обычная скорость Вот так вот Я бегу Но картина в чем Когда я зажимаю Спринт Я не могу Поворачиваться То есть мы вот Ломимся только вперед И управляемся Немножечко мышкой Ни вбок Ни вправо Ничего я сделать Не могу И это очень сильно Меня Раздражает Нет Это все-таки Оказывается Комната Обычная Ну окей Окей Так Если это будет Комната с орками То я абсолютно Не переживаю Ну кстати Да Вот это же У нас Электричество Я почему-то И не подумал Об этом Обрыв Так Так Там был опыт Ой Тут вообще Так много всего Было Что надо было Делать прорыв Так Ну ладно Все Мы уже Теперь восстановились Полностью Полностью Мы восстановили Всякие Вот эти Объекты Разрушения Оставим На лечение На всякий случай Так Ну что Пошлите Искать Секреты Ну ладно В такой Обстановке Их найти Проще Чем В том Горном Ландшафте Так Здесь Я не думаю Да Здесь Не будет Секрета Так Ну что Пошлите В те Комнаты Заглянем Они по-любому Секретные Быстрей Ау Укололи Нас Так Опять Миньоны Так Нам нужно Чаще Пользоваться Вот этим Вот Ой 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 Какие Мерзкие Сволочи Нет Нет Так И они Электрические Ну Хватит В меня Пялиться Они же Электрические И поэтому О боже мой Боже мой Боже мой Боже мой Вот Да Это был Секрет Здесь Он Так Будем Надеяться Что Он Того Стоит Хотя Мы Вроде Как Еще Живы И Даже Сильно Не Ранены О Опыт Последняя Рыбка Так Так Ну Вроде Все Да Вроде Больше Нам Здесь Делать Нечего Секрет Мы Разнесли Вероятнее Все Я Разнес Разрушитель Второй Уже Отлично Уже Не зря Сражались Портотип Создан В 2008 Году Основная Идея Заключалась В экшен Платформере В жанре Вестерна С хлыстом В качестве Главного Оружия Ну Тут Ребята Рассказывают О своих Всяких Игрушках Иногда И Это Иногда Даже Интересно Так По факту Что У нас Остается У нас Остается Вон там Маленькая Комнатка Извините Моя Вот это Мое Желание Воу Воу Все Вот это Проходить Очень Сильно Меня Подрывает Совершать Рывок Ладно Улетела Штука Нет Вот здесь Что еще И подлечимся А посохи Минус 50 Остальные Атаки Плюс 100 Расход Манны То есть Мне опять Посох Советуйте Брать Ну Ладно Давай Давай А уже В принципе Не надо В каждой Комнате Когда Есть Враги Я могу Быть Уверен В том Что Хотя Бо Один Пузырек Нам Да Вы Падет Ну Неплохо 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 Так В итоге Куда Нам Дальше Да Я думаю Здесь Вот Будет Проще Так Давайте Мы Заполним Вот Все Пробрались Что Ну У нас Только В комнату С боссом Ити Остается Остается Ити К боссу И Давайте Я В этой Серии Вам Почитаю Лисочки Из Библиотеки Которые Я Уже Нашел Так Извини Посох Скоробей Но Я Тебя Променяю На Посох Нежити А Зачем Я Сюда Иду Я Не Знаю Зачем Я Сюда Иду Мне Нужно Вот Сюда Ити Так Все К боссу Рывочек Делаем Последний Вообще Изначально Знаете Я Столкнулся С такой Фигней Что Первые Четыре Этажа Они Чертовски Легкие Я Кажется Знаю Что За Босс Нас Ждет Здесь Да Регулус Достаточно Простой Босс Скажем Вам Сразу Так Еще И Он Любит Застревать В Текстурах Ну В принципе Как Я Потому Что Комната Захламлена Уже Стена Уже Во что-то Уперлись Ну А так По факту Так Вот Бегаешь Себе Спокойненько И Отстреливаешь Его И Все И Абсолютно Никакой Кик Сложностей Нет То Еще Бо Я Бо Попадал Бо Вообще Цены Не Было Хорошо Что У нас Еще Оружие Дальнобойное Можно Через Всю Комнату Стрелять Просто Себе Спокойненько И Все Будет Хорошо Вот И Все И Видите Как Абсолютно Несложный Босс Абсолютно Несложный Так Давайте Вот Еще Улучшиться Так Увеличивает Запас Манны Заклинания Нам не Нужно Или Пак Со Смертью Защищает От Одного Смертельного Удара Ну Давайте Пак Со Смертью Заключим Так Давайте Вот Просто Оружие Заклинание Оно Мне Точно Не Нужно Вот Такой Вот Получился У нас Этаж Давайте Я Выйду И Пойдем И Посмотрим Всякие Библиотеки И Все Тому Подобное Чтобы Вы Немножечко Имели Представление О том Что Это За Игра Сохраниться И Выйти Так Бонусы Во первых Давайте Заглянем В арсенал Вот тут Все Карты Которые Можно Посмотреть Кем Которые У меня Есть На данный Момент Кесет Алхимия Амнезия Книжный Червь Ярость Друид Проклятие Высокие Ставки Знания Жизни Струсишка Сборщик Посохов Коллекционер Заклинаний Ученый Бдительный Боевой Клич Колдун Белая Сфера Разрушитель Пламенная Граната Это А вот Уже оружие Вот это Так Пламенная Граната Ружье Магмы Адская Искра Замерзшая Душа И вот Жезлы Глаз Сумрака Скипетр Нежити Жезл Души Амулеты Амулет Гепарда Заряженный Амулет Который Сейчас у нас Лечебный Амулет Ну а дальше У меня Все заблокировано Вот Пак со смертью Я разблокировал Собирателя Я разблокировал Чувствительность Бегун Вот Посох Скоробея Амулет Амазонки Ну и все И видите Как много Еще Разнообразных Карт Здесь Есть Дальше Мы с вами Заглянем В бестиарий Хотя Это все равно Бессмысленно Но просто Давайте посмотрим Что я открыл Ну ладно Заблудшую душу Я разблокировал Морковку Еще два раза Убить Лавовый Голем Вы их не видели Василиск Костяной Лучник Хотя он Мечник Банши Слизь Злобный Гриб Зеленый Перец Рыба Вот Орки Летучий Доспех Я их Големами Называю Пустой Доспех Ну и вот Пошли Боссы Король Блоба Мы с вами Его победили Сэр Артур Один раз В жизни Мне выпал Но я его Победил Леди Одри Самый Сложный Босс Как по мне Оказался Королева Аманда Регулу С которым Мы сейчас Сражались Адам Брундильда И Все Да Все Это все Ну а теперь Пошлите в библиотеку И почитаем Немножечко Лора Я Ксел И я Не читал Все лесочки Которые я нашел А вот мы нашли Их 5 Из 20 Маги Господи Маги Ордена Никто 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 Никогда Не сомневался В силе И знаниях Благородных Волшебников Грейхорна Однако Жестокие Испытания Зиккурата Никто Не сумел Пройти С целыми Конечностями Можно Лишь Гадать Что может Быть Внутри Загадочного Лабиринта И мешает Всем Покинуть Его Живым Морковный Дождь Тысячелетиями Многие ученики Наблюдали С ослаждением На таинственной И неожиданной Овощной Дождь Однако Улыбки На их Бледных Лицах Быстро Исчезли Исчезали Когда они Осознавали Что Милые Морковки На самом Деле Мандрагоры Пытающиеся Выколоть Им Глаза Цена Поражения При Азартных Играх Легко Полагаться На Инстинкты Однако Если Другой Игрок Сам Жнец Все Понимают Что Попытки Договориться Бесполезны Либо Победа Либо Проигрыш Третьего Не дано Звездная Пещера Вечно Ночная Крыша Нависает Над Вашей Головой Во Всем Ее Великолепии Освещая Своими Тусклыми Точками Света Плотные Тени Покрывающие Все Вокруг Однако Немного Смущает То Что В начале Вы Входили В пещеру Возможно Зикурат Не более Чем Иллюзия Если В нем Что Нибудь Настоящее Трудно Сказать Когда Нельзя Верить Даже Глазам И Последнее Дыхание Темнота Этой Комнаты Сковывает Меня С нарастающей Настойчивостью Я чувствую Как Она Окутывает Меня Меня Издевается Надо Мною Как будто Жаждет Мою душу Для Подпитки Своего Существования Мое Безумие Усиливает Не смерть А неопределенность Того Что будет На другой Стороне Когда Все Кончится Да В этой Вселенной Магом Быть Не хотел Если бы Мне Пришлось Бы Чтобы Стать И Закончить Обучение Пройти Такую Вот Штуку Как Зикурат Ну Ладно До свидания Дорогие Зрители Спасибо Что Посмотрели Эту Серию Ставьте Лайки Пишите Комментарии И Подписывайтесь На Каналы Таурус Гейминг Ревайвал И На Канал Гремлина Сержа До Свидания Продолжение следует